В Олимпиаде вот такой момент, вот Давид Ригерт, вот он в те годы молодой, красивый, сильный, да, и выступает в тельняшке. Это, так сказать, была такая у него традиция, что это мода. Вот, ну вот для примера, значит, в жиме он обогнал прилично всех и в рывке начал на 5 килограмм больше, чем все другие соперники, которые уже к тому моменту закончили. Вот мы видим наш тренерский штаб Алексей Сидорович Медведев, главный тренер сборной СССР. Слева стоит в кадре он, его хорошо видно. Да еще мы его увидим, увидим его еще. Вот сейчас вот посмотрим этот первый подход на 160 килограмм. Что неправильно сделано, на ваш взгляд? Давид Ригерт чуть-чуть поторопился, я считаю. Движение получилось немножко такое быстрое, куцое, и не было поймано равновесие в седе. Он потом много про это, ну, спорили поклонники, надо было столько начинать. А Давид Адамович сказал, надо было больше начинать. Вот вы понимаете, вот первый подход, ну, вроде, ну, не взял и не взял, потому что запас силы и опыта, и мощности огромный был у Ригерта. Ну, второй подход, ну, думает, сейчас возьму, сейчас возьму. Вот с такими мыслями, я думаю, спокойно и, вот видите, собрано достаточно и уверенно. Он подходит к штанге, это второй подход. Вот. Опять штанга роняется за голову, это говорит о том, что вес-то, в общем, легкий. Это не какой-то неподъемный вес, который нереально поднять, нет, абсолютно нормальный вес, который, я думаю, во втором подходе планировался новый мировой рекорд. Вот Алексей Сидович как раз, ну, видимо, это и объясняет сейчас. Ну, ситуация становится критической просто сейчас, знаете, вот мы видим за кулисье, и у Харби Киржинов, уже олимпийский чемпион, вот видим, что в тренерском штабе выводит, помогает. Ситуация, ну, страшнее не придумать для штангиста, особенно, когда он настолько... Силен. Силен. Да. Его мировые рекорды несравнимы просто ни с кем, он в огромном отрыве от всех, он лидер абсолютный. И, конечно, где-то спортсмен уже верит, что это очень реально. Ну, вот, понимаете, вот для телезрителя просто сказать, вот сейчас он выходит, не берет, все, провал, 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 вот она, это, ну, это вот, этот вес, это, это золотая медаль. Больше трагедии не может быть у штангиста. Золотая олимпийская медаль, вот она, понимаете, и вес, который он на тренировках, да больше он брал в тысячу раз. Да, да. И вот это... Но психологическое состояние спортсмена в этот момент даже нельзя описать. Да помолчим даже, и мы 40 лет спустя. Тут штанга остается впереди.